Дорогие друзья, Тай Рейден, шалом алейхем. Известно, что настроение человека, как он относится к проблеме жизни, к болезни, очень сильно влияет, как у него вопросы будут решаться и как он выздоровит из болезни. Даже когда речь идет о физические вопросы, как медицинский вопрос, вопросы в работе, ситуации в жизни, когда человек настроен позитивно и положительно, и он оптимист, у него больше шанс выздороветь, у него больше шансов, что вопросы будут решаться и на работе, и в семье, потому что сам человек себе помогает выйти из этой ситуации. Самая большая сила, которая есть, это не внешняя сила, которая может помочь человеку, а сам человек, его потенциал, его внутренняя сила, которая может ему помочь. Мы видим, что когда дают, иногда пожелим людям, плацебо, вот эти фейк-таблетки, и они исследовали, что одному человеку, который болел, дали плацебо, а другому человеку, с одной и той же диагноз, дали настоящие таблетки. Тот, который был с плацебо, он выздоровел, а другой, кому дали настоящие таблетки, он выздоровел, потому что он не был на настроение, он не был на дух, и даже настоящая медицинка ему не помогла. Доказательство этого есть в нашей главе недели, в Шалах, когда евреи выходят из Египта. Есть две случаи, которые произошли, которые нам очень поможут в жизни, когда мы поймем, как было тогда у евреев, насколько это актуально для нас в нашей жизни. Когда евреи убежали из Египта, ушли из Египта, их было 600 тысяч человек, мужчины, это большое количество, и они вдруг увидели, что за ними идет фарон со своими солдатами. Когда они это увидели, у них началась паника, они испугались, начали плакать, и пришли к Моше, зачем мы ушли из Египта. Но когда мы смотрим на количество людей, которые там были, евреи, было 600 тысяч, а египтян было всего 600 человек. Это тысяча евреев на одного египтян. Но они не могли даже подумать, что они могут победить, потому что у них была еще менталитет рабства, как рабы, и они не могли себе настроить на то, что они могут победить египтян. Поэтому, несмотря на то, что их было много больше, они испугались, у них началась паника. И еще одна история есть в нашей главе недели. Когда евреи пришли в одно место, они не пили воду три дня, и они пришли в место, которое называется Мара. Мара – это горечь. И говорится второе, что они, когда начали пить эту воду, она была горькая, и они не могли его пить. Но есть объяснение, что не вода была горькая, а горечь воды, она была горькая, потому что у евреев был настрой. Горький настрой в духовном смысле, поэтому для них любая вода была горькая. Они с таким настроением пришли туда, поэтому для них вода была горькая. Что сделал Всевишний? Всевишний говорит, «Моше выброси туда кусок дерева, и это сделает вода сладкая». В духовном смысле это означает, «Дерево» – это Тора. Когда мы поднимаем Тору в синагогу каждые суббота, понедельник, четверги, на праздники, когда поднимаем Тору, мы говорим, вот Тору, который передал Моше евреям, «Дерево жизненно». Когда еврей смотрит на жизни глазами Торы, и когда он понимает, что такое вера во Всевишний, что такое отношение между евреем и Всевишний, тогда у него будет позитивное отношение к жизни. Когда у людей начинаются сомнения, и страхи, и паники, все, что человеку, еврею, надо, это учить Тору, учить Каббала, учить Хасидут, и тогда полностью у него поменяется мировоззрение. Вот это то, что учит наша глава недели. И в любой ситуации, когда мы встречаем какие-то проблемы, надо прежде всего работать над настроением наше. И любой ценой сделать так, что мы были настроены позитивно, оптимистично, и тогда с Божьей помощью все наши вопросы решатся. За их дизунг, а Гутн Шаббас!